Оладьи из кабачков с сыром, шикарный завтрак, супер соусом, не рецепт, а сокровища. Смотрим. Они просто чудесные, невероятно нежные, вот как все тянется, тут сыр. Блин, это супер, конечно. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Какие только блюда мы вместе с вами этим летом не готовили из кабачка. Вообще для меня этим летом это вообще открытие. Кабачок этот овощ, я бы даже назвал пан кабачок. Сегодня мы приготовим вместе с вами оладья с сыром, супер соусом, который готовится тоже очень быстро. Я продемонстрирую как. Мы взяли кабачок такой средний, молодой, и шкуру убирать не надо, она очень мягкая, нежная. Если переросший кабачок и шкура плотная, то надо убирать и шкуру, и семечки. Также у нас здесь укроп, кинза, 100 грамм сыра российского твердого, пару зубчиков чеснока, 1 яйцо и 3 столовые ложки муки. Все очень просто, подсолнечное масло, естественно, для жарки сметаны, для сметанного соуса сметанка. Можете взять кориандр, какой-то вашу любимую приправу, у нас нету, поэтому мы возьмем в данном случае зиру, тоже будет хорошо и актуально. Перец с черным горошком и соль. Сейчас начинаем натирать кабачок. Натираем на крупной терке, трется он очень легко, нежный такой, молодой. Далее переворачиваем терку и другой стороной, то есть на мелкой терке, натираем сыр. Сыр желательно брать твердых сортов, но если хотите, можете брать по своему вкусу сыр. Натерли все, далее берем укропчик, нарезаем. Ребят, прямо сейчас, кто смотрит, пожалуйста, поставьте лайк, это очень важно для нас. Напишите какой-то комментарий, конечно, положительный, мы любим комплименты с Леной, да? И обязательно, если вы не подписались, подписывайтесь, ссылка находится внизу в описании, это очень просто. Приходите каждое воскресенье в 3 часа по московскому времени к нам на стрим-стрим. Это прямой эфир, где мы в режиме онлайн, прямо в прямом эфире. Мы с вами готовим разные интересные блюда, проводим весело время, общаемся, вы можете писать любые вопросы, которые касаются не только еды. И многие спрашивают, как найти ваш канал. Мы говорим эту информацию в каждом видео, но все равно появляются новые подписчики. Те, кто еще не успел подписаться, они интересуются. Найди свой рецепт, в любом поисковике забивайтесь, добавляйте тот рецепт, который вы хотели бы видеть, он сразу же выпадет. Укроп вот так вот всяко-разно помельчили хорошенько, разными способами. Грубили, накрошили и добавляем укроп сюда же, в общую тарелку, в общую тару. Два зубчика чеснока, вот таких будет достаточно. То есть, через пресс прогнать, в принципе, да, можно и мелко порезать. Но я думаю, что в данном случае, если мы делаем такое, типа кабачковое тесто, то лучше под пресс его. Сейчас нам необходимо добавить немножко приправы, зиры. Совсем немножко, хотя специи я вам уже говорил, да, может быть, любая другая. Например, я бы советовал кориандр, он тоже отлично мы сюда зашел. Так, соли, где-то половина столовой ложки. Вообще, ребят, соли кладите тоже по вкусу. Обязательно черного перца, потому что здесь предпочтение разное у всех. И надо хорошо-хорошо это все размешать, чтобы у нас это сыр хорошо размешался кабачком, и такая однородная масса была. Которую мы, в свою очередь, добавляем яйцо куриное одно и 3 столовые ложки муки. Еще раз это все дело тщательно и хорошенько размешиваем. Нам обязательно после того, как мы размешаем, надо всему этому делу дать постоять. Тесто у нас должно получиться примерно как на оладьи. Постоять для того, чтобы тесто выработало клейковину. То есть, все, что касается муки, всегда и теста, надо давать ему постоять. Это важно. Пока настаивается тесто, я порежу кинзу. Слишком много не надо, в принципе, вот, наверное, половина из того, что взял. Для сметанного соуса, который я говорил, что тоже покажу вам. Хвостики отсекаем. Кинза нам надо, чтобы как можно больше отдала сок соусу. Поэтому режем ее мелко-мелко. Прям не торопимся, мелко-мелко-мелко режем. Кинзу высыпаем в емкость, которая удобна для вас. И для нашего количества оладьев, я думаю, что 3-4 столовые ложки сметаны будет достаточно для соуса. В соус, естественно, мы добавим немножко по вкусу соли также. Черного перца. Саму сметану не забудьте. И сейчас все это тщательно перемешаем. Вот это все тоже наш соус. Надо, чтобы постоял, настоялся. Выработались ароматы. Все это перемешалось. Они между собой перемешались. Перчик, кинза, соль, сметанка. Изумительно вкусный соус. Пока соус и тесто настаиваются, я включаю плитку, чтобы она разогрелась. Добавляю подсолнечное масло. Нам надо, чтобы масло хорошенько разогрелось. Ждем. Тесто наше постояло. Сковородка накалилась. Уже масло, вернее, нагрелось. Очень важно внимание уделить самому тесту. Оно не должно быть жидкое. То есть кабачки бывают разные. Разные сочности. Очень важный момент, чтобы тесто, вот оно, еще раз повторюсь, потому что это важно, не должно быть жидкое. То есть оно такое густенькое должно быть. По консистенции надо смотреть. Я вот вижу, что есть необходимость добавить еще немного муки. То есть вы смотрите, да, потому что 3 ложки муки, несмотря на какой кабачок, это очень важно. Сейчас размешиваем еще раз хорошенько все это. Еще важная информация, если кабачок очень сочный, когда вы его натерли, лучше лишний сок убрать, слить, чтобы не было слишком много влаги. Начинаем жарить. Я проверил, масса действительно накалилась хорошо. Форма произвольная. То есть слишком заморачиваться не надо. Выкладываем так, аккуратненько, не слишком большие, не слишком мелкие. И немножко вот так вот ложечкой разравниваем, чтобы они не были очень толстые. Чтобы они у нас типа как оладушки получались. Жарим с каждой стороны до корочки, естественно. Готовятся они очень быстро. Жарим не на самой высокой температуре, чтобы они у нас не сгорели. Заранее приготовили такую салфеточку, тарелку с салфеткой, чтобы весь лишний жир стекал сюда. Он нам не нужен в желудке. Так, переворачиваем. Ой, какие красивые, прям и ароматные они. То есть переворачиваем, жарим до той степени. Ну, то есть смотрим сами, вот до такой кондиции примерно доводим. Это все очень быстро происходит. И никуда далеко не отбегаем. Переворачиваем. Аккуратненько. Наконец-то дегустация. Смотрите, вот как красиво украсили перчиком, кинзой наши вот эти вот оладушки. Я даже не знаю, что вкуснее сами оладушки вот эти вот нежные. Или этот соус супер шикарный, ароматный. Мы, кстати, Лена говорит, в детстве такое делали. А я вот не так давно про него узнал. Мне очень нравится. Блин. Чтобы вам это ощутить, вам надо обязательно, прям рекомендую, приготовить. Заново пересмотреть и приготовить. Очень вкусно, ароматно, нежно, сырок этот внутри тянется. Блин, это божественно. С вами был Олег Лейман, на канале Найдите свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка находится внизу в описании. Кто не подписался, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.